всем доброго дня прошлом выпуске я обещал вам некую сенсацию но начнем с некого вступлению что такое озон вероятно все знают нет стоит тут это долго объяснять особенно когда после грозы или кто бывал в больницах знают вот такие устройства типа кварцевых ламп или вот такие устройства это уже должны технари знать если помните ртутные лампы были освещение вот колба разбивается и там внутри вот такая вот стоит кварцевая лампа которая дает жесткий озон вот такую лампу я лет 30 35 назад 87 год при помощи дросселя это лампы мы когда-то стирали вот такие микросхемы рпз ушки я вам говорил не раз что у меня были свои предприятия я вот одно из направлений например было картриджи делали для игровых приставок и уставили такие рпз у стирали переводили на русский язык дополняли чем-то своим как видите было производство сейчас это уже не нужно конечно и вот такие микросхемы тысячами а может даже больше чем тысячи вот такой лампы стирались именно в чем дело что вот такая лампой или которые ставили кварцевые лампы в больнице палатах там идет жесткий озон и он довольно опасно если долго присутствует даже если недолго поэтому когда включали вот такие лампы всегда из этого помещения уходили то же самое было и с этим то есть включали и уходили микросхемы стирались к определенное время приходили выключали но существует еще так называемый мягкий озон я не буду заостряться какое между ними различия захотите узнаете если кто не знает как то что на его основе создаются самые различные приборы вот я вам как-то показывал еще прошлом году вот такие подобные пластины правда я применял их для опять же для вихревых энергий с экспериментами так как здесь керамическая подложка но это картриджи так называемые для генерации озона то есть специальные генераторы озона для домашнего пользования ну или для промышленного пользования устанавливаются вот такие вот сейчас увидите на фото в китае их очень много продается стоит недорого сюда подается достаточно высокое напряжение более 3000 вольт и они вырабатывают озон именно мягкий озон который годен для дыхания и полезен но опять же кто определенных ограниченных вариантах потому что бесконечно дышать им тоже нельзя все должно быть в каких-то определенных дозах также как любые лекарства как любой яд он тоже может быть полезен в малых дозах но чуть больше все смертельно вот это устройство было разработано командой валентина дандорфа ну я уже сколько раз тоже говорил про валентина что мы с ним знакомые около четверти века а последние несколько лет очень тесно сотрудничаем именно по вихревым энергиям его разработки и его команда так как у него есть команда они занимаются своим направлением я занимаюсь своим направлением кто за мной следит в курсе этих всего вот одном из моих последних разработок было но не это сейчас главное вот несколько лет назад валентина его команда разрабатывали специально для кутушова специальные меандроны так называемые как я вам рассказывал уже сколько раз и показывал эксперименты на них это вот мне все предоставить для того чтобы я сам экспериментировал с ними все это использовалось больше для онкологии есть такой доктор кутушев академик доктор медицины и философии но так если о нем чуть-чуть сказать академик европейской академии естественных наук ну и советниц российской академии еще много регалий у него я пока не глубоко не буду говорить немного как-то я все собирался отдельно о нем рассказать но пока все не выходило так вот он сейчас в москве хотя уже лет двадцать как он был в израиле там у него была клиника и есть но сейчас он больше в москве особенно после того как год назад вот это нашла это дикая волна мировая и так как он занимался уклон его был главный на онкологию он очень много правительстве верхушки российской многих поднял на ноги после онкологии когда он даже безнадежные варианты были он и стал советником российской академии естественных наук так довольно таки серьезно занимался лечением сейчас ему уже собирается предоставить целую клинику но уже под это направление которые сейчас глобальная проблема является вот эти миандроны кутушова это вот это все было сделано под его заказ и вот этим вот особенно вот такими приборами пользуется и в правительстве и сам кутушов именно вот это вихревая медицина вихревыми энергиями помогает лечить онкологию конечно не только этим там у него целый комплекс лечебный но тем не менее это одно из ключевых моментов и так как грянула гроза более года назад особенно так как в правительстве сами знаете состав очень древний дремучий с заросшим хом и и там было очень много проблем изначально с этой болезнью кутушов валентину сделал заказ правительственный разработать систему опять же под его тех заданием разработать аппарат который смог бы эффективно избавлять от этих проблем чтобы никакие вл не нужны были никакие стационары никакая искусственная кома не нужно было искусственное дыхание ничего чтобы этого не было а чтоб можно было эффективно поднимать на ноги после таких проблем особенно когда у людей больше 70 80 лет ну например по поводу онкологии я только могу сказать вот раскрыть одну фамилию так как у него очень там много кого он поднял на ноги в самой верхушке вот там такие фамилии новость и что вы все знаете к примеру самая такая вот мелкая фигура из этого всего так вот возникла проблема и надо было с ней бороться валентин конечно напряг свою команду и вот они еще где-то с января с февраля месяца прошлого года то есть уже больше года вот они создали сперва такой аппарат он такой более настольный был первый принцип его работы то есть берется вихревая энергия мы от нее никуда не делись но создается высокое напряжение дополнительно и при помощи этого высокого напряжения создается озоновый ветер то есть такая небольшая турбинка вот тут можно увидеть есть иголка и такой вот туннель по которому течет озоновый ветер вот мы можем посмотреть что тоже вихревая энергия присутствует если мы включаем вот такой индикатор еще больше года назад сделал хотел вам все показать но тоже пока не до этого было и вот это уже статические индикаторы как видите вот тоже есть присутствует плохо видно то есть здесь комбинация из трех ну даже можно считать если синий цвет считать как лечебные свойства ну наверняка те которые постарше помнят синие лампы которые были практически в каждой семье и детей вот я помню когда был ребенком меня часто грели этой синей лампой как где-то простыл где-то горло прихватило сопли появились все синяя лампа обязательно вот и вот это тоже настояние михаила кутушова насчет синего цвета но правда этот синий цвет будет заменяться на ультрафиолетовые светодиоды на 190 нам поэтому скоро будет не такое другое излучение так вот здесь сейчас четыре вида излучения это электростатическое озоновое и вихревое четвертое излучение можно считать синим цветом когда будут стоять здесь светодиоды ультрафиолетовые это будет уже полноценное четырех системное устройство как работает статика это уже конечно все знают я просто к тому что вот как здесь мы можем замерить вот как здесь это примерно одинаково но вот здесь у меня стоит торт трефилярный если мы посмотрим как видите горит индикатор на таком расстоянии на таком расстоянии то есть примерно это одинаковая система вот тут это гореть конечно не будет можно посмотреть на том же меандроне вот как видите тоже моргает потихоньку то есть есть и статическое излучение и вот такое излучение которое видно только такими индикаторами если взять вот этот аппарат вот здесь статического почти нету по крайней мере индикаторами она не наблюдается ну такими понятно будет наблюдаться ну вот такой вот вид меандрона самый старший из них вот этот так вот за больше чем за год было разработано несколько устройств вот таких озонаторов как я вам уже показал первый из них был более стационарный вариант потом второй вариант это был в виде респиратора мне это не совсем нравилось я критические замечания по поводу этого делал и вообще с большим подозрением относился к озону но если учесть то что сейчас творится и то что люди умирают как люди болеют какие из-за этого последствия и вообще как переносится болезнь очень тяжело когда легкие просто выкашливается наружу это конечно все очень неприятно а вот это устройство оно очень даже может все это предупредить то есть если вы почувствовали что вам чуть-чуть даже где-то стало плохо и вы почувствовали первые симптомы буквально достаточно вот здесь стоит таймер на 3 минуты достаточно подышать вот этим озоном несколько раз в день по 3 минуты и все на следующий день это даже те у которых уже проблемы с легкими уже пневмония просто явная достаточно подышать и уже на следующий день человек вполне работоспособен конечно слабость если человек залетел уже с пневмонией фактически когда уже у него легкие просто на разрушение пошли из-за этой проблемы то конечно ему тяжело будет на следующий день так вот ну как вы знаете как человек переболел чем-нибудь даже гриппом на следующий день он чувствует себя очень вяло но бодро было множество вариантов было множество сделанных экспериментов это вот последняя конструкция но опять же разрабатывается следующее еще более совершенные еще более интересные факт то что это может спасти просто миллионы и вообще все человечество не побоюсь этого слова доктор Кутушев специально в Москве вот сейчас несколько десятков таких устройств сейчас на него подан патент оформляется я вот вам подробно все объясню расскажу как он устроен как его делать какие элементы какие все секреты все будет рассказано чуть чуть позже после того как этот патент примут потому что там свои нюансы все-таки это касается здравоохранения поэтому там очень много всяких пороговых проблем которые надо перепрыгнуть и вот последнее там сейчас решается и как только оно решится я вам все полностью раскрою и почему я это делаю хоть это патент и это не мое устройство тем не менее это поручение от Валентина Дондорфа мы с ним когда начали заниматься всем этим точнее я к нему примкнул мы тогда сразу говорили о том что все что мы разрабатываем по этому поводу для здоровья людей для повышения здоровья иммунитета и всего остального чтобы человечество выживало а не так как сейчас оно под медицинским гнетом приходит в упадок все мы должны раскрывать и ничего не утаивать это делает Валентин насколько может это делаю и я и вы об этом знаете я вот три года вещаю вам про все это и ничего стараясь не утаивать другое дело что у меня далеко не всегда есть время вам все абсолютно рассказывать но тоже другой вопрос и не так это страшно и важно поэтому мы все это раскрываем и все показываю сама система вот состоит из опять же тор только это не трифлярный хотя вот я бы все таки сюда вставил трифлярный но дело в том что это прошло сертификацию было такие экземпляры отсылались из питер в научно-исследовательский институт по медицинской тематике и они все это дело проверяли испытывали давали рекомендации что там превышало что там не превышало на основе этих рекомендаций был сделан уже именно вот этот прибор который соответствует уже всем медицинским нормам как максимально то что вот здесь самая важная проблема это озон вот здесь при замерах он выдает ну при конечно принимая определенное количество в определенную дозу он в два раза меньше допустимой нормы то есть вполне нормально если конечно им не дышать сутками то он очень даже полезен после того как будет получен патент тогда доктор Кутушев будет открывать клинику в Москве и уже пытаться развивать эту тематику к сожалению к сожалению моему и как тоже мы решили с Валентином что конечно это все будет для их а для нас простых людей это все замнется никто не будет в больших количествах выпускать для нас поэтому мы решили полностью все подробно рассказать и дать это в народ чтобы люди это делали занимались методики все будет рассказано правда не в этом ролике я просто не успею в этом ролике все столько рассказать на сегодняшний день я только могу показать вам вот что пытался я свечу зажечь но ее здесь не видно вот показываю на спичке какой тут ветер озоновый и что я хотел бы еще сказать вот дело в том что Валентин его команда проводили эксперименты но тоже конечно не совсем официально тут у нас есть местная больница самая большая больница которую нас в городе ее отдали под эту проблему и там лечат только тех кто заражен этой глобальной заразой так вот там у него есть знакомые врачи которые постоянно заражаются я подробности сейчас не буду рассказывать факт то что вот это вот этот аппарат только и спасает правда кстати немногих потому что официально туда войти никак нельзя но если бы вот там в этой многоэтажной больнице сейчас ну более 5000 больных так вот если бы туда поставить хотя бы десяток вот таких ну 10-20 аппаратов то буквально за несколько суток там было бы все стерильно этой заразы просто бы не существовало ни врачи бы там не болели ни больных никакие ВЛ не нужны никакие другие процедуры ни койка места ничего не надо это вообще можно все делать домашних условиях не надо никакие больницы и поэтому вероятнее всего это не будет широко известно поэтому если можете делайте пока так как я не могу сейчас подробности все рассказать это будет в следующем выпуске вот после утверждения принятия патента только тогда я смогу это уже рассказывать подробности секреты но тем не менее что я могу сказать сейчас это запасайтесь обязательно мгтф проводом тоже примерно где-то 0,17 замерил хотя особо опять же значение не имеет вот 0,57 нужны будут высоковольтные скоростные диоды на 1000 вольт их 32 штуки ну можно и больше это минимум понадобится 32 штуки специальные конденсаторы но это конечно опять же если будут смд если сделать это более стационарно вот как та установка которая была первая я показывал который стоит на столе то можно и дискретные элементы но если вы именно в таком виде хотите то есть плата раскладочка как что есть как его собирать как делать понадобится вам 3d принтера файлы пожалуйста будут файлы 3d принтера 7056 да конечно здесь стоит то есть вот она все это дело делает генерит здесь питание стоят аккумуляторы на 12 вольт главное запасаетесь диодами конденсаторы 4700 на 1000 вольт и больше особо тут ничего не надо если аккумуляторы будете применять то есть не стационарный какой-то блок питания а именно на аккумуляторах значит здесь надо будет зарядные это тоже я платочку покажу вам какую надо в общем ссылки необходимые я вам кину на эти все запчасти а вы сопасаетесь и в скором времени я там все расскажу и покажу все будьте здоровы лечитесь и будем спасаться сами всем пока и все и как все 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 и все и